Почему на вас боится математики? Почему вы так ребенка запугали? Это не родители. Это школа, в которой я училась 3 года из тех 4 лет. Дело в том, что там была такая ускоренная математическая программа. Я неожиданно для себя узнала от мамы, что до этой школы у меня все было хорошо с математикой. Это я очень удивилась. Потому что там у меня были сплошные двойки и двойки, потому что это было страшно сложно. Вот мы в этом, я ушла в новую школу в начале этого года. То есть я еще где-то сентябрь, октябрь, кажется, училась в старой школе. И мы начали в этом классе проходить замечательный матанализ. И что-то я почувствовала себя на очень неровной почве, и это был мой кошмар. И я помню, что у меня было очень много проблем, и слезы, и истерик. То есть матанализ как бы всерьез в смысле? Там дифференциально-интегральное исчисление? Ну мы к ним подходили. То есть когда я ушла уже, я узнала, что они этим занимались, пытались заниматься. И я пришла к полному убеждению, что у меня все ужасно с математикой, что я никогда не смогу ничем этим заниматься, и вообще какой-то кошмар. Та школа, в которой я училась большую часть вот этого последнего года, там неожиданно у нас была замечательная учительница, которая была еще наша классная руководительница, и она все равно раскладывала по булочкам, условно говоря. И я понимала, что вообще-то, наверное, я что-то все-таки могу. И я могла бы взять и уровень немножко посложнее, чем нам там давали. И как-то вот... У меня такое было в отношении химии. Я почему-то дико не любил химию. Я не знаю, при том, что казалось бы, что там... Сейчас я уже задним числом думаю, а что химия-то, что? Ну что химия-то? Ну как-то не шла, я не знаю как. А что касается гуманитарного, я дико не любил ничего писать. Вот это писать от руки, это было как каким-то наказанием. Только в институте уже конспекты пишешь, уже рука разошлась. Поэтому вы разработали... Ну это так сложно, как случилось, да. Но просто я к чему рассказываю, что я дико не любил писать. И там однажды, помню, в школе говорят, вот надо какое-то... Я забыл название там, сложное предложение какое-нибудь там. Вот. И я вдруг вспомнил там, уж тает снег, бегут ручьи. То вот это вот, если еще уж убрать, то будет вообще минимальная форма. Два подлежащих, два сказок. Я был доволен доставлей, потому что меньше писать надо, понимаете? А сейчас уже что-то, да, по клавишам стучишь. Вы знаете, ну на самом деле Таня, она немножко утрирует в этом плане, говоря о себе таким образом как-то уничижительно. Потому как, когда вот мы выбирали школу, а на самом деле им надо дать должное, они сменили огромное количество школ. И я вот про себя... Нет, ну, с нашей подачи. Про жизни. Я вспоминаю себя в их возрасте. Вот. Я бы, наверное, чувствовал себя очень неуютно. Может быть, это мне дало бы какое-то там новые знания и новые какие-то вот восприятия чего-то. Вот. Но мне было комфортно, я вот закончил свою школу для дебилов, средняя школа, номер 900, в Чертаново. Вот. На тот момент, когда я поступал, она была лучшая школа. Там был Фриш, директор. Это будет... Там были цветы, там были птицы, кружки, всё-всё-всё. Раздевалки, не клетки вот эти вот страшные, закрыты. А Фриш было замечательно. Но когда я туда поступил, Фриш уехал на Кубу. Преподавать кубинским детям. И, в общем, всё. Школа сразу стала никакая. Разворовали ящики. Да. И всё-всё исчезло. И птицы исчезли, и клумбы исчезли. Всё-всё-всё исчезло. Вот. Так вот, они сменили огромное количество школ. И ничтоже сумняшись. Абсолютно не подавая никаких вот нам, что негативных эмоций, что там друзья, там это. Нет. Вот они шли вот по жизни вместе с нами. Таким образом. Вот. Дострадались они от вас? Ну, возможно. Возможно так. Вот. Возможно. И вот когда мы для Тани подыскивали вот эту школу, мы пришли, а там экзаменационные листы, да, вот которые для поступления. Угу. И вот там 10 заданий по математике. Три из которых я понял, что я решу. Окей. Это в седьмой класс поступают люди. Угу. А остальные это вот, то есть я понял, что я бы мучился. Вот я бы мучился и думал, вот. И для меня это стало как, я думаю, Таня, боже, это же что же? Это же, это же кошмар. Как они могут это решить? Ну, вот она, она сдала и у них серьезные математики. То есть если говорить про средний уровень в стране математики, она может преподавать математику. В школу. В школе. Вот. Понимаете? То есть это другой уровень. То есть не то, что там квадратные. Она говорит не про какую-то там математику обычную в средней школе, что она там вот не может, а другой несколько уровень. Да, да. То есть она уже эти бесконечно малые элементы проинтегрировала. Да. Это уже пройдет. У нее поучилось что-то. Ну, хорошо. Так. Вы чего? Как вообще вы попали учиться? Что случилось? Я все детство ходила, ну, ездила в лагеря. Как-то была связана с такой организацией Сахнут. Конечно. Вот. И, ну, я много слышала, есть разные программы. То есть, когда дети уезжают, когда уезжают учиться уже в университет или уже после университета. И в какой-то момент, ну, у тебя загорелась эта идея. Я помню, я год ее вынашила. Сначала хотела, потом перехотела. В итоге решила, что все-таки я хочу. Как-то просто, ну, всегда я была самым еврейским евреем в нашей семье. Ну, это ее осознанный выбор, скажем так. То есть, вот, знаешь, как там, было там три сына. Значит, там двое русских, один еврей. Так, хорошо. Ну, и в основном можно сказать, что все мои друзья – это чисто евреи, круг евреев. У меня, единственная, моя подружка с детства, она русская. Я говорю, что ты не вписываешься вообще в мою компанию. Вообще. Ну, она может пройти гейюр, крайне. Да. Вот. И я решила, что надо попробовать, почему нет. Как-то, то есть, я училась в школе, я поступила в школу, в которой училась сначала Таня, потом я. И вот, по мере того, как мы там учились, она тоже разваливалась. То есть, была хорошая стала не очень. Я понимала, что оставаться там, в общем-то, смысла нет, и нужно куда-то идти. И один из вариантов был Израиль. Ну, подождите, а вот с точки зрения финансовой. Ну, хорошо, допустим, она там живёт и учится бесплатно. Вот есть школа, где бесплатно учат. Но там же надо жить где-то. Надо кружить, надо одеваться. Там всё бесплатно. В том-то и дело, что это. Хороший плюс. Ты туда приезжаешь, там тебя кормят, почти, можно сказать, одевают. Это же государственная программа. Ну, а государство вкладывает в этих детей огромные деньги. То есть, государство привозит детей со всего мира с тем, чтобы они пожили там молодые годы, чтобы им понравилось. Там и мальчики, и девочки, и любовь, и морковь там, и романтика, и там мёртвое море, и живая вода, и там всё такое. Значит, эти, маца там сверху сыпется. Значит, и в общем, короче, чтобы они поняли, что это их дом родной. Да. Ну, на самом деле, это всё кажется таким вот фееричным. В отпуском каким-то, уехать от семьи далеко и жить одним, без, грубо говоря, какого-то присмотра. Да нет, понятно, потому что одни евреи, это же тяжело. Нет, даже даже не в этом дело. Во-первых, ты живёшь, то есть одно дело, когда ты живёшь с семьёй, и то ты куда-то выходишь в школу с друзьями погулять. Ты, вот я учусь в классе, нас там 25 человек, и с этими 25 людьми я живу в одном строении, в одном здании. Это в городе? Это в кибуце? Нет, это в школе. В кибуце. Кибуцная школа частная. Я их вижу круглые сутки, каждый божий день, и они уже сидят, вот на этот год, они уже мне надоели, вот я готова от половины из них избавиться просто из класса. Плюс, ну, как бы это ни казалось, на самом деле есть какое-то давление, то, что там, есть какие-то определённые правила в школе, то, что мы не можем переходить купаться на море без, там, если родители приехали, мы там можем, да, сами не можем. Ответственность. То есть, кибуц на море? Нет, кибуц не на море, но… Слава Богу. Как бы даже те, которые на море, то есть, им не разрешают купаться. Слава Богу, море есть, а купаться ты не можешь. Почему? Ответственность. То есть, они на себя не берут ответственность. Это даже не школа, это государство запрещает нам, детям, на ле. В бассейне можешь купаться, а в море нет. Потому что были случаи, когда дети и тонули. В общем, то есть, на самом деле, морально это достаточно тяжело. Из разных стран ребята там? Да. У нас, например, собрались украинцы, белорусы… Ну, это наши, в основном, бывшие советы. Ну да, это русскоязычные. Да. Может быть, там, из Аргентины есть. Есть, на самом деле. Приезжают, но это уже отдельная школа для англоговорящих есть, там разные, там, французы… То есть, у вас для русскоязычных? Да, у нас для русскоязычных. А между собой они разговаривают на каком языке? Дети. Да. Ну и на русском разговаривают. А уроки на иврите? Уроки на иврите. У них хороший английский и иврит хороший. Там приобрели или они приехали уже… Ну, у Саши был английский хороший, но там они тоже продолжают учить английский. И Саша там как бы лучше в классе, потому что так получилось изначально. Хорошо, начни так мяточку. Значит, Тане – 18 лет. А Саше? 17. 17. Ну, хорошо. 17 лет. Мальчики симпатичные там есть такие интересные? Мальчик есть, да. Один? Мальчик? Все остальные уже померкли. Она уже сделала свой выбор. А, ну а он сделал? Да. То есть, не то, что мы выбрали, а он еще не в курсе. Нет. Бывает. Это бывает. А-а-а. Так знаете, а мальчик, у него будущее связано с Израилем или сам не знает? Пока что. Ну, он уже закончил школу, он идет в армию 3-го числа. 3-го августа. Угу. Причем то, что Саша нам рассказывала, курс молодого бойца – это что-то страшное было? Нет, это не то. Это его должность одна из самых высоких по тем, кто дети хотят. Ну, дети уже. Угу. И на нее как бы идет сильный отбор. Офицерская должность. То есть… Ну, так учиться на офицера-то, нет? Ну, да. Там такая система, что он перед тем, как его взяли на эту должность, сказали, что ты там проходишь, он прошел какой-то такой… я даже не знаю это назвать. Ну, тренинг прошел. Да. То есть их отправили, грубо говоря, на 2 дня на базу, забрали телефоны. Угу. Самое страшное. И мучили их. Самое страшное. То есть там были разные психологические тесты. То есть их там разделили на группы, давали задания, смотрели, как они их выполняют. То есть там даже было не то, что пройти задания, а как ты работаешь в команде. То есть не только кормили кошерными, вот смотрят, как себя поведет. Да. Потом их там поднимали в 5 утра, отправляли на пробежку жуткую. Ну, то есть именно выносливость, именно на них давили. То, что там вот они себя в полке. Ты делаешь дело какое-то, на тебя кричат параллельно, вот, и тебя орут, что ты там тупая свинья и так далее и тому подобное. Вот как ты себя проявишь? Ну, да. И вот его должен заключаться в том, что он ответственный за все, за все сети, ну, как бы вот, за всю электронику на базе. Угу. Да. То есть. Я вот слышал, я говорю, Саша, а если бы вот я, говорю, вскочил бы я в ухо, если бы я дал? Она говорит, ну, очень плохо. Ну, этого не так. И ты бы не прошел. Нет, ну, там слушай. И ты бы не прошел. Нет, в смысле того, кто вот, кто на тебя давлеет, кто тебе вот физически, тебе это самое. То есть разведил обстановку, вскочил и дал. Знаете, есть такое, мне нравится, как американский генерал, там, приехал, ну, по обмену, там, значит, в Израиле. Они с израильским генералом идут по базе там военной. И навстречу им идет какой-то там, ну, еврей, солдатик идет. И так он, увидев этих генералов, он, значит, отворачивается, если кого-то он их не видит, проходит мимо. И, значит, американский генерал говорит, слушай, а что случилось? Говорит, что с ним? Значит, тот бежит и говорит, Мойша, ты что на меня обидел? Ну, что же, хорошо. Ладно, а сколько он служить-то будет? Его должность подразумевает то, что год и восемь, то есть, три месяца там идет курс молодого бойца как раз таки. Потом год и восемь месяцев он учится на свою должность, то есть, может еще с нее слететь. А потом уже он вступает в нормальную службу и еще, по-моему, служит где-то года два-три. Ничего себе. Серьезная, серьезная вещь. Ну, он уже как бы как контрактник служит, то есть, ему платят больше. А так, по стандарту сейчас сократили срок, мальчики служат 2,8, а девочкам наоборот увеличили, девочки служат 2,4. Это новость для людей. Я понял. То есть, 2 года и 4 месяца. Да. А для девочек это служба обязательно, это не… Есть альтернативная служба, это как бы ты, например, идешь в больницу помогать или какие-то такие вещи. Ну, вы хотите в строй? Да. Ну, девочкам, например, девочкам не обязательно идти в боевые войска. То есть, если мальчиков, если они подходят и они больше, чем один ребенок в семье, то, скорее всего, их отправят в боевые войска. А девочкам нет. Девочки должны сделать сами сознательный выбор, хотят или не хотят. Ага. Ну, Саша, конечно, хочет. В боевые. Ну, разведка – это полубоевые войска. Ну, будет тоже можно поговорить. То есть, нет. В основном девочки идут просто на такие должности. Ты сидишь за столом, там, в компьютере, красишь ногти, а потом уходишь вечером домой. То есть, ну, я так не хочу сидеть, я хочу чем-нибудь заниматься. Потому что там еще как бы деньги за это платят. И чем у тебя, ну, спокойнее должность. Там есть должность, когда ты просто шрайдер бумагу суешь. Ну, то есть, чем спокойнее у тебя должность… Старший шрайдерщик. Да. То есть, меньше платят. И хочется как-то получше. То есть, у меня еще есть льготы, потому что я солдат-одиночка, получаю, если я пойду. Потому что у меня нет семьи в стране. Вот. И там плюс надбавка какая-то. А где вы нашли кавалера-то этого? В школе. А он там учился у вас? Да. То есть, там девчонок-то много было? А он на вас запал? Ну, три класса. Девочки и мальчики. Ну, вы вот, когда отпускали ее в Израиль, вы знали, что этим кончится? Ну, когда-то это должно было этим кончиться, на самом деле. Просто мы очень хотели, чтобы это было как-то цивилизованно, и чтобы уже наш ребенок, подходя к этому, имел что-то в голове. То есть, чтобы это не было, вот, как в мое какое-то время, да, вот, непонятно. Когда родители боялись о чем-то разговаривать с детьми, вот, а дети боялись спросить у родителей. Все это было под разобретом. Но она у вас такая не по возрасту серьезная, да? Такая взрослая. Ну, Саша, она, скажем так, довольно ответственно ко всему относится, и в плане выбора молодого человека у меня нет сомнений о том, что… Ну, вы одобряли? Она вам показала или как? Ну, как показала? Ну, фотографии. Разрешение не спрашивала, если вы об этом. Ну, как начали встречаться, естественно, она как-то… Так, а мальчика кто? Мальчика из Петербурга. Ну, там сложная такая система. У него израильское гражданство есть. Угу. Он когда-то там жил, но родители не смогли, семья не смогла там продолжать жить из-за пожилого человека, которому просто по здоровью, по климату там было невозможно. Угу. Вот, смерти подобно. И они вот переехали в Питер, а он не хотел. И вот он учился в Питере, ему было не очень в кайф. А вот, насколько вот Саша мне рассказывал. И вот он вернулся просто как к себе на родину. Не как к себе на родину, а в общем-то к себе на родину. Репатриировался, можно сказать. Угу. Да. Ну, что же, хорошо. Ладно. Теперь, в общем, интересная линия у нас так вот. Ну, у вас больше такая в семье линия. Посмотрим, что дальше будет. Да, действительно интересно. Ну, он не хочет в Америку, например, да? Ну, как он говорит, то, что он хочет отслужить, может отучиться, приехать, как он хочет минимум приехать на год, чтобы подучить язык, потому что на самом деле с английским у него не очень хорошо. Ну, конечно, Америка ему тоже нравится. То есть, он не хочет возвращаться в Россию. Ну, да. Да. Но пока у него в приоритете стоит Израиль. Я понял. Потому что ему комфортно, и у него друзья. Ну, что же, я бы сказал, что приятно, что вот как-то у людей как-то, ну, не с бухты-барахты, да? А вот что-то такое обоснованное, можно так сказать. Ну, что же. Так, теперь мы Яшу будем допрашивать. Яша. Улыбайся. Ты скажи. Кик смайл. Значит, Яша, скажи такую вещь. Ты почувствовал, что ты куда-то вот, как-то изменилась обстановка, или примерно то же самое, что и раньше было? Ну, примерно, да, то же самое. А по-английски ты как-то не пытался раньше? Может, изучал? Ну, я его изучал в детском саду, у нас были уроки по нему. Так. А понятно, что на улице, если люди говорят, или совсем мимо? Мимо. Ну, ничего, это быстро произойдет. Но хочется в школу? Да. А ты раньше не ходил еще в колодоков саду? Да, не ходил. То есть он фактически в первый класс идет? Или в киндергарден? В первый класс. В первый класс. Ему они сказали, что уже 7 лет. Пора, пора, да. Нет, сказали, что это уже в первый класс, это уже это самое. И он сказали, что если вот он пойдет, потому что я ему что-то читать умеет читать, ну по-русски, правда. А вот пойдет в первый класс, если они увидят, что и во второй, могут его перевести в течение года. Ну, я думаю, что вот моя Сашка пошла в первый класс, ей было, сейчас немножко она закончила второй, 8. Такой первый, 7. Да, ну да, и 6,5 лет. А ему будет 20 ноября 8 уже. Ага. То есть он уже уровня, он уровня на самом деле уже там 2-го, 3-го. Да, да, в том-то и дело. Ну, ты смотри, там, это, не терись в школе-то. Ну, как не терюсь. Знаете, как иногда захочется дать кое-нибудь? Пошли. А что будет? Ой, нельзя. Не надо. Это значит, что-то нехорошо в семье и так далее и тому подобное. Да, вот. Заберут от родителей, отдадут в такое место, где строго. Не терись. Ну, а как вот мальчики, у них же что-то бурлит, как они между собой отношения выясняли? Ну, вы знаете, это зависит от мальчиков, как бы сказать, разные бывают. Ну, то есть вот здесь не дерутся. Наверное, есть места, где дерутся. Может быть, есть такие места, где могут и учители побить. Я не знаю. Да. Но... Есть. Выкладывают в Ютьюбе, в России. Да нет, в России здесь, может быть, есть. Гоняют учителя и ногами гоняют учителя, а другие снимают на видео. У меня был студент, приезжал из Мэриланда. Он был тренером по гребле. Ну, где-то в России был тренером по гребле, приехал в Мэриланд и работал учителем физкультуры в школе. Что, в принципе, неплохая карьера, то есть там и зарплаты, и бенефиты. Вроде все неплохо. То есть можно сказать, что человек устроенный. Но школа была в каком-то черном районе. И в его обязанности входило разнимать потасовки, которые случались периодически. И к нам он попал после того, как его второй раз пырнули во время разбора потасовки. То есть первый раз он еще держался, а второй раз он уже понял, что надо что-то менять. Как не школа, как тюряга. Реально, да. И вот он приехал к нам и с тех пор попал уже наконец в Америку. Тут карта ему и пошла. Да, подерла. Ну что же, ребята, давайте я вас тогда отпущу, потому что целую вечность. Я уже думаю, сколько же мы серий там из вас сделаем. Возвращаясь к каналу, к ютубу, к ребятам, которые нас смотрят. Давайте вот что я скажу напоследок. Я не знаю, сколько нас досмотрят до конца. Есть люди упорные, их вот ничем не прошибить, они смотрят все до упора. Это процентов 20 всех просмотров, значит, люди доходят до конца. Поэтому те там, может быть, не знаю, тысячи человек, которые нас досмотрят до конца, давайте мы им скажем, пусть нам ставят лайки. Вот. То есть мы им лайк, а они нам. Значит, сделайте вот так вот. Вот это. Пусть нажмут кнопочку лайк, и они тем самым вам дадут такой импульс к такому хорошему продолжению вот этой истории. Спасибо большое. И хочется, если позволите, буквально два слова сказать. Да. Вот хочется блогерам и тем, кто смотрит, вот хочется Наталью Квик поблагодарить. Вот. И сказать ей большое спасибо за то, что мы очень много, так сказать, неинтересного и вообще приятно было смотреть. Хочется Станислава Терова, который ваш выпускник, вот, который сказал ту фразу, которая, собственно говоря, и это и наша ситуация, да, он сказал такую замечательную фразу, что я приехал не в, я уехал из. Вот. И как бы это вот предопределило ситуацию. А вот хочется всем адекватным комментаторам, которые живут и смотрят в YouTube, пожелать всего наилучшего. Вот. Делайте свой выбор. Потому что можно выигрывать, можно ехать по рабочей визе, но в любом случае, если ты хочешь чего-то добиться и достичь, у тебя есть такая возможность. И тут сюда приезжают люди и оформляют разные варианты с помощью адвокатов и тому подобное. А вы уже столкнулись с такими, да? Мы смотрели многое, потому что когда мы понимали, что мы можем запросто не выиграть, мы просто смотрели, что мы можем на себя взять и что мы можем сделать. И ребята из Украины приезжали, и замечательный парень, вот у него иммигрант ТВ, по-моему, у него видео. Андрей. 500 килограммов переправил своих вещей в Нью-Йорк. Вот. В коробках. И когда они туда приехали, с семьей он получил просто. Приехал, получил на минивейне весь этот груз. То есть это положительный опыт как бы по перевозке вещей. Да. Люди думают головой, люди наводят справки, наводят мосты, получают информацию, как-то двигаются. А что же это должно быть 500 килограмм? Книги? Да, там были книги, личные вещи. Много. То, что мы... Вы себе представляете какой... Кроватку они везли. Кроватку они везли. То есть много, много... Есть перевозки такие, но это просто они медленно уходят. Это все было у него упаковано в коробках из-под сигарет. Вот то, что вот... Да, блоки вот сигарет куда влезают. Вот у него все было так упаковано. Ну просто хочется сказать, что... То есть вы так же сделали? Не, мы так не делали. У каждого свои пути, у каждого своя дорога. Вы не представляете как ужасно, как многое нажитое непосильным трудом выбрасывается на помойку. Я до отъезда... Мы вот... Был такой кипиш, мы собирались, там стояли бы сумки везли. Вот. И я приехал из Билайна. Я там отключал, переключал и прочее прочее прочее. Роуминг. И прилетел где-то за 2-2,5 часа до выезда из дома в аэропорт. А на кухню заскакиваю, а там все как было, так и есть. И вот выбрасываются продукты, выбрасываются вещи с кухни, выносятся и все это выкидывается. Смотрите, у меня был просто шок. Вот просто шок был, потому что вот я... Те вещи, которые меня окружали, которыми я... Я их просто взял и выкинул. Вот буквально за секунду. Это психологическое. Психологическое. Выкинул и пошел дальше. Да, в общем-то, ребята. Давайте я вас тогда отпускаю. Значит, все машем рукой и говорим пока. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok